Добрый день, дорогие друзья! Меня иногда просят разобрать какие-то олимпиадные темы. Но у нас скоро ЕГЭ, поэтому углубляться в олимпиады я не хочу. Но между тем, хочется сегодня поговорить об одной задаче, текст ее перед вами, которая на самом деле проходит на стыке. ЕГЭшной геометрии, олимпиадной. И сегодня мы посмотрим, как на эту задачу смотрит ЕГЭшник, и как на нее будет смотреть человек, которому знакомы различные приемы олимпиадной геометрии. Ну и, собственно, вот задача. Задача для ЕГЭ достаточно сложная, она стабильно вызывает вопросы. И условие у нее такое. Значит, дан треугольник произвольный, в него вписана окружность, точки касания этой окружности соединены, и еще отмечены середины сторон. Середина сторон F, середина ACF, и точка Е, середина стороны AB. И нас вначале просят доказать, что F, D, N это равнобедный треугольник, и это мы, конечно, сделаем, и это не вызовет у нас проблем. А вот дальше интересно. Нас будут просить найти площадь треугольника B, D, E. Причем нам дадут только AB и угол 60 градусов. Мы понимаем, что углом и стороной треугольник не задать. Но между тем, вот нас просят найти площадь, и это становится уже достаточно интересно, потому что треугольник может быть разным, а площадь будет одна и та же. Ну, мы начнем просто с первого пункта. Итак, значит, ну давайте посмотрим, что от нас хотят. Просят доказать, что треугольник равнобедренный. Ну, наверное, надо посмотреть уголки, что мы можем заметить. Мы можем заметить, во-первых, что CN равно CM, как отрезки касательных к окружности из одной точки. Я не буду это отмечать, но я отмечу, что вот здесь образуются равные уголочки. Ну, понятно почему. Но, с другой стороны, FE средняя линия. И средняя линия параллельна стороне CB. Значит, вот этот угол равен вот этому, как соответственный. То есть, перекидываем угол вот сюда. Ну, и все достаточно легко. Два уголка равны, значит, треугольник равнобедренный. То есть, тут вот эти углы у нас равны, потому что треугольник CMN равнобедренный. Ну, а дальше вот этот угол перешел по параллельности сюда. Ну, и получилось, что этот треугольник тоже равнобедренный. И, тем самым, пункт А доказан. Ну, вот интересно, начинается в пункте B. Очень мало данных. Ну, и что же делать? Ну, в этом случае можно попробовать следующую идею. Ну, давайте что-нибудь пообозначаем за переменные. Покрутим это руками и посмотрим. Вдруг что-то получится. Ну, и что здесь обозначать? Давайте пробовать отрезок касательных, что ли, обозначать. Значит, я знаю, что АБ 20. Тогда я АЕ обозначу за Х. Не АЕ, извините, а АЕ-10. Пусть вот эта точечка у меня будет Т. АТ я обозначу за Х. Тогда БТ у меня 20 минус Х. Ну, и дальше я могу поотмечать. Сказать, что вот это вот Х. Вот эта штука у меня 20 минус Х. Вот эту штучку я обозначу за Й. А ЦН тогда тоже Й. Ну, и теперь можно что-то пробовать считать. А именно... Ну, хочется на самом деле... Смотрите. Отрезок ФЕ уже из данных можно найти. Из того, что мы написали. ФЕ у нас... ФЕ. Это половина... Средняя линия, значит, половина стороны БЦ. То есть, это 20 минус Х плюс Y пополам. Это у нас ФЕ. Ну, теперь план такой. Я хочу ЕД посчитать. Мне очень хочется. Вдруг что-то хорошее получится. Ну, действительно, смотрите. У меня вот этот угол 60 градусов. Значит, этот угол... Давайте я сразу это отмечу. Этот угол 60 градусов. Этот угол у меня тоже 60 градусов. Как соответственный при параллельных прямых. Ну, значит, вот этот уголочек у меня 120 градусов. Ну, и я понимаю, что если я сейчас каким-то чудом найду ЕД, то задачку я решу. Я знаю... Я эту сторону знаю. БЕ на 10. Значит, я знаю эту сторону. Посчитаю площадь, как произведение сторон на синус угла между ними. Значит, мой план посчитать ЕД. Ну, как? Я посчитал уже ЕФ. Сейчас я посчитаю ФД. Вычту и буду молиться. Вот. Значит, как я посчитаю ФН? Ну, чтобы посчитать ФД, я посчитаю ФН. ФН. Я знаю, что это Х, знаю, что это ИК. Тогда я знаю еще, что Ф это серединка. Значит, я могу сказать, что АФ это у меня Х плюс ИК пополам. Ну, тогда я могу посчитать ФН как Х плюс ИК пополам минус Х. ФН равняется Х плюс ИК пополам минус Х. Ну, я привожу к общему знаменателю. У меня получается Х плюс ИК минус 2Х. То есть, ИК минус Х пополам. Вот. Ну, то есть, теперь я знаю, что отрезок ФД, отрезок ФД у меня это ИК минус Х пополам. Тогда я из отрезка ФЕ, то есть, я говорю, что ЕД у меня это ФЕ минус ДЕ. И получается, тогда я прям сразу под один знаменатель буду писать, не забывая, что вот тут минус. Минус Х плюс ИК, но и вот минус у меня поменяет все знаки в числителе. То есть, будет плюс Х минус ИК и делить на 2. Тогда ИК уходит, ИК уходит. Получается 20 делить на 2 и, о чудо, ЕД равно 10. Ну, а теперь я знаю, что это у меня 10. И, как я сказал, площадь треугольника БЕД, площадь треугольника БЕД, это 1, 2 на 10, на 10 и на синус угла между ними на синус 120 градусов. Ну, а тогда это синус 120 корень из трех на 2, получается 25 корней из трех. Ну, и вроде решили. И вроде даже какая-то логика в этом была. Нужно лишь было набраться смелости считать отрезки. Но, каждый раз, когда я вижу такие решения, у меня в голове не укладывается одно. А как автор это придумал? Он что, вот сидит, берет разные треугольники, начинает там отрезки считать, считает, 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 считает. О, у него получилось, дай-ка я придумаю задачу. Вот мне, возможно, такой человек существует, но мне очень сложно. Представить, ну, как он выглядит там, чем он занимается и так далее. Вот, поэтому, мне кажется, что от нас что-то скрывают. И тут мы переходим ко второй части. Для олимпиадника, хорошего олимпиадника, если он знает волшебные слова 255, эта задача совершенно не составит труда. Вот, что же это за слова 255? Самое время узнать. Итак, что же такое задача 255? Ну, история этой задачи начинается со следующего. Дан треугольник, в него вписана окружность и проведена бисектриса. Не забудем эту вершину записать. Так вот, оказывается, всегда, что вот этот вот уголочек, точку пересечения я назвал D, пока это еще совершенно не та точка D, которая была здесь, но на самом деле, если вы продолжите смотреть видео, вы поймете, что это ровно она и есть. Оказывается, что угол B, D, A это 90 градусов. Вот об этом и говорит задача 255, что если соединить две точки касания и провести бисектрис, то вот такой уголочек 90. Ну, так она была названа в учебнике Шарыгина, ну и, собственно, дальше она породила множество задач, на нее опирающихся, поэтому ее имя стало нарицательным. Вот, и, ну, давайте докажем это. Значит, как мы будем действовать? А действовать мы будем следующим образом. Мы пойдем, мы сейчас отметим in-центр окружности, то есть центр вписанной окружности, назовем его буковкой I, а дальше наш план будет доказать, что вот эти вот фиолетовые точки, четыре фиолетовых точки, лежат на одной окружности. Так, да, вроде центр отмечен. Ну, как мы это будем делать? Давайте я сам четырехугольник отмечу. Тут вот так, тут вот так, вот так. Ну и, собственно, вот. Мы хотим доказать, что четырехугольник IDNA IDNA вписанный. Вписанный. Так, ну как мы это сделаем? Ну, мы сделаем это просто, мы посчитаем уголки. Мы скажем, что пускай вот эту уголочку насальпо. Тут много разных способов, но я всегда делал такие мы сейчас продолжим. Значит, мы говорили, что треугольник СМН равнобедренный, потому что отрезок касательных, проведенных к окружности одной точки, равны. Тогда я могу сказать, что вот на эти два угла приходится 180 минус альфа, то есть на каждый приходится половина от 180 минус альфа, это 90 минус альфа пополам. То есть вот этот вот уголочек у нас 90 минус альфа пополам. Вот, ну тогда я понимаю, что вот этот вот уголочек это 90 плюс альфа пополам. Ну, просто потому что они смежные. Если я из 180 вычету 90 минус альфа пополам, я получу 90 плюс альфа пополам. Хорошо. Теперь, ну, кстати, давайте я пока уберу, что он прямой, я этого еще не знаю, чтобы не сбивать вас с толку, пока этот угол не прямой. Мы только хотим это доказать. Ну, теперь мой план посчитать вот этот вот угол и сейчас убедиться, что вот эти два угла в сумме 180 градусов. Тогда четырехугольник окажется вписанным. Ну, как это сделать? Мы замечаем, что вот эта линия тоже является бисектрисой. ААЙ. Ну, просто потому что она соединяет вершину треугольника с центром вписанной окружности. А это означает, что... Давайте я это запишу. Это прямо штука, которую очень-очень полезно знать. Она очень часто встречается в 16-х задачах. Значит, угол B плюс угол A чему равен? Угол B плюс угол A это 180 минус альфа. Тогда, если я возьму угол A и B, A угол A, B, A и прибавлю к нему угол A, A, B то, что я получу? Я взял от этого угла половинку и от этого угла половинку. Я взял половинку от всего. Значит, я получаю половину от, собственно, вот этого угла. То есть, половина от 180 минус альфа. 90 минус альфа пополам. Ну и тут у меня было две опции. Я могу сказать, что на самом деле, зная сумму этих углов, я могу найти внешний угол треугольника и сразу сказать, что он 90 минус альфа пополам. Но я не буду торопиться. Я скажу, что тогда угол B, A, A B, A, A это 180 минус 90 минус альфа пополам, то есть 90 плюс альфа пополам. Ну а тогда угол D, A, A по тем или иным соображениям равен 90 минус альфа пополам. И ура! Давайте этот результат я запишу. Значит, это 90 минус альфа пополам. И ура! Я получил, что сумма вот этих углов 180 градусов, значит, мы доказали вот этот факт. Ну что же делать дальше? А дальше все очень просто. Смотрите. IN это радиус окружности. Причем это радиус окружности, проведенный к точке касания. Значит, давайте здесь возьмем зеленый. И он перпендикулярен стороне. То есть угол I, A прямой. Но теперь остается, на самом деле, набросать нашу окружность. Я это дело сделаю схематично. Я надеюсь, что это будет видно. Вот. Получается, что вот этот угол опирается на A, A, значит, A, ну а если он 90, значит, A, A является диаметром. Ну, тогда, если A, A является диаметром окружности, то угол I, D, A тоже прямой. Тем самым, то, что мы хотели, доказано. Но оказывается, что это еще не все про эту задачу. И вот здесь начинается самое главное. Давайте я попробую сейчас зеленую окружность убрать, чтобы она нас не смущала. И я сделаю следующее. Я сейчас проведу медиану в прямоугольном треугольнике. Что мы с вами знаем про медиану прямоугольного треугольника? Медиана прямоугольного треугольника равна половине гипотенузы. Ну, то есть, где-то здесь у нас, где-то здесь у нас середина стороны. Это не точка касания. Чтобы их отличать, пусть вот это будет точка касания, а это середина стороны. то есть у нас там она была обозначена т итак я провожу dt я провожу медиану прямоугольного треугольника про медиана прямоугольного треугольника мы знаем что она равна половине гипотенузы значит вот этот вот отрезок равен вот этому отрезку и равен вот этому отрезку 3 отрезочка равны так ну а теперь я делаю следующее обозначаю вот альфа у меня уже есть не обозначаю за альфа обозначаю за бета 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 и тогда вот этот вот угол это у меня вот этот угол у меня у меня равнобедный треугольник dbt значит вот этот вот угол у меня тоже бета но и тогда если это бета то вот это 180 минус 2 бета и смежным 2 бета ну что это значит а это значит что dt параллельно bc. Давайте это прям запишем. dt параллельно bc. Ну а это означает просто, что dt средняя линия. По теореме, ну, она проходит через середину и она параллельна основанию. Значит, такая прямая ровно одна, это средняя линия. Средняя линия. Ну и она проходит через точку d. То есть, что мы с вами получили? Это теперь у нас точка f. Эта точка, сейчас, правда у нас получили, сейчас, а у нас средняя линия. А, только наоборот, да. У нас середин, у нас это вот точка касания t, а вот это точка e. У нас получилось, что отрезок, соединяющий точки касания. Средняя линия и бисектриса пересекаются в одной точке. Всегда. Да еще, кроме всего прочего, вот этот вот уголок оказывается прямым. Он у нас уже по желтому прямой, сейчас он у нас еще и по фиолетовому прямой. Ну вот. Крутяк! Но, правда, давайте вспомним, что мы делали. Мы задачу решали. А что это значит для нашей задачи? А для нашей задачи значит, что через точку d, если провести эту линию, главное попасть, я получаю бисектрису, да еще и с прямым углом. Ну и та задача становится понятной. Потому что у меня вот этот угол, если это бисектриса, вот этот угол 30 градусов. Это 20, значит, в прямоугольном треугольнике против угла в 30 градусов лежит кайт равной половине гипотенузы. d, а это 10, дальше это 20, это 10. По теореме Пифагора нахожу, что это 10 корней из 3. Ну а теперь я могу просто посчитать площадь треугольника b, d, a. b, d, a. Это 1, 2 на 10, на 10 корней из 3. То есть 50 корней из 3. Ну а раз это 50 корней из 3, то вот эта линия медиана, она делит площадь пополам. И отсюда мы получаем еще раз, что площадь b, d, равно 25 корней из 3. Ну вот вам два решения. И вот тут понятно, откуда все взялось. То есть понятно, как автор составил эту задачу. Он знал вот про это. Вы тоже можете про это знать. И вот как с этим быть на ЕГЭ, ну понятно, что к этому решению точно будет меньше вопросов. Если вы все докажете, как доказали мы, все, вы красавчик. А если этого не случилось, и вы просто написали по задаче 255, ну надо надеяться, что тот эксперт, который будет вас проверять, в курсе, что такое задача 255. Но в любом случае советую вам как минимум сформулировать вот это утверждение явно. То есть в треугольнике бисектриса средней линии точка соединяющая, отрезок соединяющий точек касания перечекаются в одной точке. Ну вот, получилась такая вот геометрия на стыке ЕГЭ и олимпиадной математики. Надеюсь, что вам было интересно. Спасибо, что вы смотрели это видео. И до новых встреч. Пока.